Здравствуйте, уважаемые гости. Компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча посвящена совместителям, отпускам, договорам ГПХ и всему, что вокруг этого связано. Вести встречу буду я, консультант-аналитика Динес Галина Гардышева. Вы видите на экране наши контакты, электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если вам оказалось неудобно время проведения вебинара или вы не смогли его досмотреть, например, до конца по каким-то причинам, вы можете вернуться к вебинару через наш сайт. Мы выкладываем через некоторое время записи наших встреч и вы можете посмотреть и этот вебинар и, возможно, какие-то другие темы вас заинтересуют. Поэтому милости просим к сотрудничеству. Будем рады ответить на ваши вопросы в любом удобном для вас формате. Соответственно, если у вас будет письменный запрос, то мы сможем более подробно ответить уже предметно касательно именно вашей ситуации. Программа нашего сегодняшнего вебинара будет следующая. Мы поговорим про отличие блоков зарплаты в конфигурациях 1С-ЕРП и 1С-ЗУП. Поговорим про договора ГПХ, про совместителей, про совмещение, про новые бланки трудовых книжек, как необходимо оформлять заявление об увольнении, поговорим про авансы, про изменения в начислении НДФЛ и про отчеты службы занятости. Соответственно, посмотрим с вами дополнительные сервисы. Как будет строиться наша сегодняшняя встреча? Следующим образом, нормативные материалы мы будем с вами смотреть по слайдам и потом будем переключаться на демо-версии. Сейчас я переключусь на зарплату, на ЗУП. Вот вы видите, где у меня на экране открыта эта конфигурация. И будем переключаться на 1С-ЕРП. И, соответственно, все, о чем мы поговорили, будем смотреть уже на предметах конкретной конфигурации. Снова переключаемся к нашим слайдам. Итак, у нас достаточно много в этом году всяких изменений и бухгалтерских, и налоговых. Поэтому, соответственно, очень много вопросов в ход бухгалтеров возникает. И разбираться мы с вами сегодня будем по теме ГПХ, поскольку эти договора тоже с Нового года облагаются полностью страховыми взносами. И, собственно говоря, все, что связано с совмещением, чем отличаются эти договора, то есть и где можно попасть, так сказать, на штрафные санкции. Ну, начнем с того, что, в принципе, договора гражданско-правового характера – это договора, которые без оформления трудовой книжки. Поскольку у нас договора гражданско-правового характера предполагают, что стороны не вступают в трудовые отношения, то есть работник, который работает по договорам гражданско-правового характера, не заключает трудовой договор с предприятием, то, соответственно, это будет именно договор, когда не оформляется трудовая книжка. Ну, немножко напомню, что совместители у нас бывают внешние и внутренние, они тоже вправе не предоставляют трудовую книжку. Регулируется это статьей 65-й, частью 3-й Трудового кодекса Российской Федерации. Не основной работодатель может оформить любой документ, который подтверждает трудовую деятельность по совместительству. Трудовой кодекс в этом случае не устанавливает фиксированную форму такого документа. Это может быть просто приказ о приеме на работу, может быть справка, ну, то есть не регламентированные документы. Если у нас все-таки мы говорим о трудовом договоре, то это уже могут быть совместители. И такие договора могут быть срочными или бессрочными. Отличия между этими договорами есть и достаточно существенные. То есть в случае, когда с работником может заключаться срочный договор, достаточно жестко регламентированы. Есть список оснований, когда предприятие может заключить срочный трудовой договор. Ну, в частности, например, это может быть договор на время отсутствия основного сотрудника, например, декретный отпуск. В срочном трудовом договоре оговариваются те же условия, что и в бессрочном. То есть ваш сотрудник обязан выполнять свою работу качественно, в сроке, соблюдать трудовую дисциплину, а компания обязана предоставить ему, ну, во-первых, социальные гарантии, а во-вторых, рабочее место и средства для исполнения такого договора. По законодательству заключать срочный трудовой договор можно на срок до 5 лет. Если оговоренный в договоре срок прошел, а сотрудник продолжает выполнять свои обязанности, то такой договор автоматически переходит в категорию бессрочных. То есть по срочным трудовым договорам у нас несколько упрощен порядок увольнения, но нужно следить за сроками, потому что переквалифицировать срочный трудовой договор в бессрочный достаточно просто-просто не обратив внимания на срок окончания договора. А вот с договорами гражданско-правового характера у нас ситуация достаточно изменилась, потому что если раньше такие договора были освобождены от некоторых выплат, то теперь они облагаются в полном объеме наравне с обычными трудовыми договорами. И, как я уже говорила, договора гражданско-правового характера обозначают, что стороны не вступают в трудовые отношения и, соответственно, определяют результат работ, может быть, не только работ, может быть, имущественных взаимоотношений, уже в соответствии с конкретно поставленной задачей. Многие работодатели сознательно подменяют трудовые отношения отношениями по гражданско-правовым основаниям. Смысл такой подмены в том, что, во-первых, упрощен сильно порядок увольнения, расторжения, точнее говоря, такого договора. А второе основание – это то, что трудовой договор предполагает гарантии и компенсации, ну, то есть оплата отпуска, оплата больничного. Сейчас договора гражданско-правового характера из перечисленного ничего не предполагают, кроме оплаты больничного листа. То есть право получать оплату больничных листов сейчас у работников по гражданско-правовому договору есть, но для получения такой выплаты есть и определенные условия. Собственно говоря, переквалификация договоров ГПХ в трудовой договор – это излюбленная тема трудовой инспекции. Именно с такой переквалификацией было связано очень много споров и судов и так далее. Арбитражную практику можно посмотреть по любому правовому ресурсу, но как бы заострить внимание на основных критериях, когда трудовая инспекция может признать ваш договор ГПХ-шный договором, договором, извините, трудовым, вы видите на экране. То есть если сотрудник, который работает по ГПХ, подписывает соглашение или какой-то другой документ о том, что он будет соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Второе – если он получает постоянную заработную плату. Например, ему установлен какой-то оклад. Если же указана трудовая функция, то есть, например, работа по должности, профессии, специальности, которая указана в штатном расписании. Если ваш сотрудник выполняет систематически одну и ту же работу, ну, например, бухгалтера или кассира. Если организация предоставила ему оборудованное рабочее место, ну, то есть, например, компьютер, программное обеспечение и так далее. Если не оговорены сроки исполнения договора. То есть, в договоре ГПХ должны быть указаны конкретные сроки, что в течение, например, месяца работник выполняет определенное задание. Ну, например, красит забор или изготавливает какие-то формы. И сроки исполнения такой работы не оговорены. Если имеется указание о подчинении сотрудникам, которые состоят в штате. Ну, например, бухгалтер выполняет работу по обработке данных, например, банка и подчиняется главному бухгалтеру. Если предусмотрено премирование по результатам работы. Если присутствует ссылка на предоставление отпуска. То есть, гарантии, которые предоставляются при составлении трудового договора. Ну, и, соответственно, если имеется направление в командировку и гарантии, которые связаны с командировочными. То есть, суточными, оплата гостиницы, проезды и так далее. На самом деле, сейчас, поскольку, ну, в общем-то, уравнены выплаты по вносам, возможность доказать такую подмену сильно усложняется. Но, тем не менее, абсолютно снимать ее с счетов, так сказать, все-таки основания пока еще нет. И еще в этом случае нужно поговорить про совместителей. Поскольку совместители, в принципе, достаточно похожи, договора с совместителями достаточно похожи на договора гражданско-правового характера. Элементами совместительства являются перечисленные ниже пункты. Вот, и вы их видите на экране. Ну, то есть, это выполнение другой, помимо основной работы, какие-то дополнительные обязанности. И еще один признак – это работа в свободное от основной работы время. Вот здесь обратите внимание, что такая работа выполняется по трудовому договору о совместительстве. При работе по совместительству количество работодателей, с которыми сотрудник может заключить трудовой договор о работе по совместительству, не ограничено. Работа может выполняться как у единственного работодателя по основному месту работы, так и у других работодателей на условиях внешнего совместительства. И, естественно, если в вашем трудовом договоре указано, что работа является совместительством. Для некоторых сотрудников есть ограничения по работе по совместительству. Это категории сотрудников, которым не исполнилось 18 лет. Им совместительство запрещено вообще. Также по совместительству нельзя работать с сотрудником, который выполняет у основного работодателя деятельность, связанную с вредными или опасными условиями труда. И если работа по совместительству, также связана с аналогичными условиями труда. Соответственно, это могут быть, допустим, договора с водителями, когда они у основного работодателя работают с транспортными средствами, ну, как в качестве водителей, и по совместительству выполняют аналогичную работу. И плюс еще есть некоторые случаи, когда у совместителя, точнее, у работника, который оформляется по совместительству, нужно запрашивать дополнительные документы. Ну, во-первых, это справка о характере и условиях труда по основному месту для того, чтобы исключить работу с вредными или опасными условиями труда. Такая справка отдает основания, ну, и, соответственно, для водителей соблюдать режим работы и отдыха, ну, когда, допустим, такие показатели фиксируются тахографом. Или требуется разрешение уполномоченного органа юридического лица либо собственника имущества организации с основного места работы, например, на должность руководителя. Почему важны такие отличия, то есть чем отличаются договора ГПХ от договоров совместителей, внешних и внутренних. Это, ну, во-первых, разные последствия, то есть предоставление гарантии или их отсутствия, предоставление отпуска или его отсутствия. Ну, и, естественно, попытка подстраховать и работника, и работодателя. Отпуск, ну, скорее всего, самое основное такое, основной стимул. То есть главное правило, которое действует при предоставлении отпуска, такое, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется совместителю одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному месту. Это не желание работодателя, не его хорошее настроение. Это требование Трудового кодекса, статьи 286. В этой статье прописано, что работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы, если, например, количество дней отпуска на основном месте работы отличается от продолжительности отпуска по совмещению. Ну, и плюс, если мы вдруг с вами решили уволить совместителя, то здесь тоже существует определенный ритуал. То есть алгоритм следующий. Ну, во-первых, должно быть основание для прекращения Трудового договора. С совместителем важно убедиться, что вы при этом не нарушаете закон. И второе, то есть совместителе необходимо уведомить об увольнении не менее чем за две недели до прекращения Трудового договора. Причем это уведомление должно иметь, так сказать, физические следы. То есть пример уведомления вы видите на экране, что в соответствии со статьей 288 предупреждаем вас о том, что заключенный с вами на условиях совместительства Трудовой договор будет расторгнут тогда-то и тогда-то. Ну, например, в связи с тем, что на работу на этот участок принимается сотрудник, для которого данная работа будет основным местом работы. То есть это является прямым основанием для расторжения договора о совместительстве. Будьте вот здесь предельно аккуратны, потому что отсутствие каких-либо документов при увольнении даст повод обращаться, например, в Трудовую инспекцию и... В этом случае такое увольнение может быть признано необоснованным, но, соответственно, сущими физическими санкциями. Еще одна тонкость, которую стоит учитывать, это учесть, чем отличаются совмещение и совместительство. То есть совмещение должностей или профессий подразумевает, что работник со своего письменного, именно письменного согласия может в течение, например, месяца, квартала, года и так далее выполнять дополнительную работу, например, по такой же специальности или профессии, но за дополнительную плату. В этом случае работа выполняется в свободное от основной работы время, и ее продолжительность ограничена не более четырех часов в день. То есть, например, когда уходит в отпуск какой-то сотрудник, его обязанности может на условиях совмещения должностей выполнять ваш штатный сотрудник. При оформлении работника по совместительству необходимо указывать норму рабочего времени не более 20 часов. Если, например, сложно определить, в какое время работник будет выполнять эту работу, например, в течение дня или по окончании рабочего дня, то в этом случае норма рабочего времени для совмещения в договоре просто не указывается. За работником сохраняется основное место работы, и за отсутствующим работником тоже сохраняется его место работы. То есть, те обязанности, которые выполняет другой человек при совмещении, соответственно, не лишают отсутствующего работника его рабочего места. И трудовые отношения заканчиваются либо по окончании оговоренного срока, либо могут быть прекращены досрочно. И в этом случае любая из сторон должна предупредить другую сторону не позднее, чем за три рабочих дня. Ну, например, человек досрочно выходит из отпуска или по какой-то другой причине, то, соответственно, в этом случае работодатель за три рабочих дня должен совместить или предупредить об этом. А сейчас, в принципе, большое развитие получил электронный документооборот, в том числе кадровый электронный документооборот КЭДО. И, соответственно, стал вопрос о том, что не все работники готовы применять электронные трудовые книжки. И если сотрудник не хочет применять трудовую книжку, то трудовые книжки должны заполняться в бумажном формате. В этом случае уже достаточно давно, еще в 2021 году вы видите ссылку на нормативный документ, то есть приказом Минтруда номер 320Н еще от 2021 года утверждена трудовая книжка, бумажный вариант, нового образца. На самом деле книжка претерпела изменения, но не сказать, чтобы уже слишком кардинальные. И если, например, такая трудовая книжка выписывается для вновь прибывшего работника или вместо старой, то в этом случае старые бланки не теряют свою действительность, то есть они действительно на бессрочной основе, но тем не менее, если, например, у вас трудовая книжка закончилась, вам могут выписать новую, но уже в новом формате, потому что трудовые книжки, новые бланки, несмотря на то, что постановление об утверждении такой формы принято в 2021 году, применение новых бланков предусмотрено только с 1 января текущего года. Ну и вы видите ссылку о том, что из 47 миллионов работающих россиян цифровой формат решили выбрать всего 6 миллионов. То есть это и явилось одной из причин, по которым Медтруд, в общем-то, решил обновить бланки бумажных трудовых книжек. Они не теряют своей актуальности, ни сами трудовые книжки старого формата, ни вкладыши к трудовым книжкам. То есть они будут действительны и на протяжении последующего времени. Это, так сказать, нормативная информация. Кроме новых трудовых книжек, у нас есть еще некоторые новшества. Собственно, как должно оформляться само заявление, если сотрудник у вас увольняется, например, по собственному желанию. В этом случае было достаточно много случаев, когда бодались, так сказать, организации, предприятия с той же трудовой инспекцией. То есть форма заявления. Некоторые говорили, что должно быть написано только собственноручно. Некоторые предприятия распечатывали заявление и оставляли место для подписи. И в этом случае уходили, так сказать, разные комментарии. В текущем 23-м году, в общем-то, смягчились требования. И заявление по собственному желанию теперь можно написать и от руки, и распечатать на компьютере. Но остается требование, что в любом случае заполнения подпись под этим заявлением должна быть собственноручная. Иначе само увольнение будет неправомерным, и его можно будет оспаривать. Что у нас изменилось, собственно, в самом бланке трудовой книжки? На самом деле изменения не слишком существенные. То есть с титульного листа убрали сведения о незаконченном высшем или среднем образовании. Теперь в соответствии с существующей сейчас системой образования должны быть сделаны записи по уровню общего или профессионального образования. Ну, например, высшее образование должно быть указано, что это бакалавриат, либо же магистратура. Еще с титульного листа убрали особый формат даты заполнения. Ну, то есть раньше была вот такая аббревиатура, где указывалось число, месяц и год. Вот, извините, год. Сейчас в новом бланке используют просто пустые графы. И такие пустые графы используются и для даты рождения работника, и для даты заполнения трудовой книжки. Еще одно изменение – это на титульном листке. Теперь есть отметка при наличии, там, где была отметка для печати. То есть для места печати. Поскольку у нас есть и индивидуальные предприниматели, которые по законодательству могут работать без печати. То есть, соответственно, теперь наличие печати у нас может быть или не быть, ну, то есть не является строго обязательным. И увеличили количество листов, где можно делать записи, то есть о приеме и об увольнении. Раньше было 10 листов, а теперь их стало 14. Поскольку по награждениям ситуация такая, что многие предприятия уже не применяют такие виды вознаграждения, как, например, объявить благодарность за несение в трудовую книжку. Ну, и, собственно, для учета награждений предусмотрено всего 7 разворотов. Ну, это логично по многим причинам. Одна из них, что, ну, во-первых, у нас достаточно широко распространены холдинговые структуры, когда переводы между собственными юрлицами осуществляются через увольнение и поступление на работу. Ну, и, собственно говоря, человек может чаще, чем поощрение или почетные грамоты, менять место работы. С 2023 года у нас еще есть одно новшество, которое с трудовыми книжками не связано, но связано с отчетами в службу занятости. Связано это тоже с введением в действие портала «Работа в России». Ну, и, собственно говоря, с тем, что сейчас ужесточаются требования по соблюдению трудового законодательства и, собственно, порядка предоставления рабочих мест и службы занятости, и другими аналогичными органами. В этом году добавили и отчетность в пенсионный фонд, и отчетность в статистику. В службу занятости отчитываются все, у кого есть наемный персонал, у кого есть наемные работники. На практике, ну и, в принципе, раньше отчитывались только либо крупные предприятия, либо государственные, ну и средние компании. То есть предприятия, которые относятся к малому бизнесу, чаще всего такие отчеты игнорировали. Но в связи с введением штрафов, с повышением штрафных санкций, на это нужно обращать особое внимание, поскольку оштрафовать могут любую компанию, вне зависимости от ее размера. И, кроме того, еще нужно обратить внимание на воинский учет. Это мы сейчас тоже уделили большее внимание, но в особенности с мобилизационными мероприятиями. И поэтому и служба занятости, и статистика, и воинский учет требуют вашего повышенного внимания, потому что на штрафы можно нарваться на достаточно серьезные. А деньги, ну скажем так, заплатить 70 или 150 тысяч в статистику только потому, что вы не посмотрели по своему и ныну, под какие виды отчетности выборки, под какие выборки ваше предприятие попало, согласитесь, будет обидно. Отчетность предоставляется по унифицированным формам, и сдавать ее можно так же, как и раньше, либо лично, либо курьером, либо по почте, ну, соответственно, с общей уложения, либо электронно. Обратите внимание, если электронно, то это должен быть сайт Минтруда. Отчетность Минтруд сейчас можно сдавать через портал «Работа в России». Вы видите сейчас, какие отчеты и когда нужно сдавать. То есть на самом деле отчеты об имеющемся вакансии, работы о квотах, если у вас организация работает с инвалидами. Ну, естественно, если ваше предприятие проходит процедуру банкротства, то об этом тоже следует подавать отчет. И о содействии и занятости инвалидов. Вы видите сроки, что такая отчетность подается, например, о квотах по инвалидам один раз в месяц, о содействии и занятости инвалидов один раз в месяц до 10 числа, следующего за отчетным. Ну, на самом деле, стоит вот отчетности, в общем-то, больше, стоит тоже проверить, попадаете ли вы под какие-то другие отчеты или вот этих отчетов достаточно, и вы их, например, все подали, и все чувствуете себя спокойно и защищенно. Хочу поговорить еще про ответственность, которая предусмотрена за несдачу отчетности в центры занятости. В принципе, к этому, так же, как и к военскому учету, достаточно спокойно относились, поскольку штрафных санкций не было предусмотрено. Сейчас ответственность за непредоставление либо за нарушение сроков предоставления отчетности регулируется статьей 19.7 Административного кодекса Российской Федерации. Если ваша организация игнорирует отчетность центра занятости, то в этом случае вы рискуете нарваться на административный штраф на должностных лиц от 300 до 500 рублей, а на юридических лиц от 3 до 5 тысяч рублей. Если ваше нарушение было связано с квотированием рабочих мест для инвалидов, то в этом случае штраф выше от 5 до 10 тысяч рублей. Но самое в этом, скажем так, опасное, это не сам по себе штраф, который, в принципе, ну, скажем честно, не слишком большой, а то, что нарушение сроков сейчас ведет к тому, что будет подано со стороны трудовой инспекции, будут поданы сведения в трудовую инспекцию. То есть центр занятости подает сведения в трудовую инспекцию, и вот уже проверка трудовой инспекции грозит штрафами гораздо более серьезными, чем мы только что поговорили с вами, которые вы видите на экране. Потому что трудовая инспекция проверяет и более придирчиво, и уже соответствия не только, допустим, отчетности, но и достаточно широкий спектр информации для проверки имеет. Ну и следующий момент, кроме того, что у нас введены новшества в отношении гражданско-правовых договоров и так далее, с этого года вы все знаете, что сдается новая отчетность в объединенный социальный фонд России. То есть объединенный фонд, который получился из бывшего пенсионного фонда и фонда соцстраха. И, соответственно, если мы в пенсионный фонд раньше подавали отчеты, например, при приеме, при увольнении с работы мы подавали с АЗВТД, то теперь в новый фонд объединенный мы подаем отчетность ЕФС-1. Эта отчетность абсолютно новая. По ней тоже, к сожалению, возникло очень много вопросов. И несмотря на то, что с этого года установлен единый срок подачи отчетности, то есть 25 число, вот эта отчетность, то есть отчетность о кадровых мероприятиях должна подаваться не позднее следующего дня после проведения кадрового мероприятия. То есть это отчетность ЕФС-1, но сдаем мы в этом случае не полностью весь отчет, а заполняем только тот раздел, который касается прошедшего кадрового мероприятия. Например, приема, увольнения, перевода и так далее. И касается такая отчетность не только совместителей, это и договора гражданско-правового характера. Как вы знаете, договора гражданско-правового характера сейчас, ну скажем так, конкретизировали, то есть существуют договора гражданско-правового характера о выполнении работ либо оказании услуг, договора авторского заказа, договора об отчуждении исключительного права. Ну это могут быть на произведения науки, литературы, искусства, на издательские лицензионные договора. Ну то есть какие договора вы видите на экране, то есть если у вас произошли кадровые мероприятия по какому-то из таких договоров, то вы, соответственно, должны заполнить раздел 1.1 отчета ЕФС-1 и подать его в установленном порядке. Еще одно новшество в связи с тем, что, в общем-то, очень активно вводится электронный документооборот, кадровый электронный документооборот, то справка по форме 182Н, это справка о заработке на предыдущем месте работы, у нас теперь не становится обязательным. То есть в Объединенный Социальный Фонд России работодателям нужно будет отправлять запрос о получении таких сведений. Эти сведения нужны у нас для оплаты больничных, то есть там, где рассчитывается средний заработок. И, соответственно, запрос о заработной плате можно направлять через систему электронного документооборота. В запросе вы должны указать календарный период, за который вы запрашиваете сведения, ну, то есть два календарных года. И в этом случае вы получаете уже от фонда сведения о доходах сотрудника по всем местам работы. То есть это влияет, если у вас сотрудник пришел, например, в середине года, то определенные вычеты, например, на детей, вы должны ему предоставлять до достижения определенной суммы заработка, то есть там до 350 тысяч. И вы получаете уже достоверный, точный ответ по всем его работодателям, потому что частый случай, когда сотрудник приносит справку по форме 182Н не по всем работодателям, а по какому-то одному. В этом случае, естественно, он жертва, поскольку он принес сумму меньшую, чем получил. И еще один теоретический, так сказать, момент, который мы посмотрим нормативно, то есть через слайдики, это воинский учет. Вот с воинским учетом тоже сейчас нужно быть очень аккуратным, потому что мало того, что на эту отчетность обращают особое внимание в связи с мобилизационными мероприятиями. Но и планируется, что те же повестки, ну, короче, работу с призывниками будут проводить через электронные каналы связи, будут использовать электронные повестки. Многие предприятия, особенно малые, не уделяли или, скажем так, спустя рукава относились к воинскому учету. Но поскольку теперь за это введена уже конкретная финансовая ответственность, то есть смысл поговорить об этом. А теперь мы с вами еще перейдем к настройкам, которые необходимо сделать в конфигурациях. Повторю, мы с вами сегодня будем рассматривать зарплату и управление персоналом и ERP, то настройки необходимо менять не только в случае работы с кадрами, но и в случае применения, точнее, не применения, а в случае обязательного применения новых ФСБУ. Сейчас мы с вами переключимся на демобазу по зарплате и показать я вам хотела вот что. На самом деле зарплатный блок, то есть зарплата и управление персоналом, версия проф, полностью включена в ERP. И, соответственно, функционал, который мы используем, если у вас работает зарплата и управление персоналом, проф, у нас есть полностью в ERP. Единственное, что немножко отличается компоновка и немножко расположение некоторых отчетов и разделов. Ну вот, например, возьмем с вами кадры в зупе. Как вы видите, у нас здесь идет кадровая, ну, в общем, работа с кадровым, кадровые отчеты, все кадровые документы, сотрудники, это у нас справочник, и сервис 1С, кабинет сотрудника. Если мы с вами сейчас переключимся на ERP, вот мы с вами переключились на ERP, у нас здесь тоже есть раздел кадры, и, как вы видите, вот интерфейс, который у нас здесь наиболее часто используется, используется абсолютно аналогично тому, что мы с вами видели в зупе. То есть работа с кадрами, кадровые отчеты, сервис 1С, кабинет сотрудника и справочник сотрудники. Ну и, соответственно, остальные разделы, остальные документы у нас тоже очень похожи. Абсолютно такая же ситуация у нас и с зарплатным блоком. То есть вот вы видите расчеты выплаты зарплаты, все начисления, сервис, кабинет сотрудника. И сейчас переключимся с вами на зуб и откроем блок зарплаты. То есть вы видите, что меню в этих разделах у нас аналогичное. Единственное, что в ERP у нас добавляются еще дополнительные функции, которые связаны с международным учетом и, соответственно, с управленческим учетом. Снова возвращаемся с вами в ERP и посмотрим блок регламентированного учета, то есть блок, где мы сдаем, формируем и сдаем отчетность. То есть вот у нас с вами блок регламентированного учета в ERP, ERP в дымобазе. И, как вы видите, у нас здесь есть подраздел 1С отчетность, который состоит из регламентированной отчеты, то есть это общий журнал отчетов. Дальше уведомления, переписка, сверки и так далее, личные кабинеты и сообщения в контролирующие органы. В конфигурации ZOOP у нас есть аналогичный раздел. Я переключила ZOOP. Сейчас я только чуть-чуть подтяну вот так вот. То есть, соответственно, у нас здесь есть раздел отчетности справки. И, как вы видите, есть точно такой же раздел 1С отчетность. Но здесь вот еще выведен функционал справки 2НДФЛ и пособия за счет ФСС. В ERP он тоже есть, но немножко другое расположение. То есть практически у нас функционал идентичен. Отличие у нас будет только в том случае, если вы работаете, например, с госзаказами, когда необходимо вести раздельный учет. Если у вас предприятие имеет обособленные подразделения или филиалы, то в этом случае вы должны использовать зарплату управления персоналом CORP. То есть версия, где расширенный учет. А в программе ERP это организовано немножечко по-другому. Но сама по себе отчетность, как вы видите, абсолютно аналогичная. Если мы с вами откроем 1С отчетность блок, хочу напомнить, что это название не только раздела, но это и название дополнительного сервиса. В сервисе 1С отчетность предполагается, что вы можете сдавать отчетность, обмениваться, вести переписку с фискальными органами, напрямую, минуя оператора в связи. То есть в этом случае вы не формируете файл выгрузки, который раньше отправлялся на имя оператора, например, Астрал, Контур, СБИС и так далее. А ваши файлы отправляются напрямую на сайт, например, налоговых органов. И, соответственно, скорость обмена документами у вас возрастает. Это, в общем-то, очень актуально в том случае, когда вот сейчас у нас на определенные требования от налоговиков, например, установлены достаточно небольшие сроки реагирования. То есть вы, например, если получили уведомление о том, что ваш отчетность считается непредоставленной, вы должны дать ответ, либо подготовить исправление в течение пяти дней с момента получения уведомления. То есть согласитесь, если из этих пяти дней еще два дня потратиться на обмен с третьей стороной, то остается три дня. То есть это совсем-совсем напряженные сроки. Если мы раскрываем раздел 1С отчетность, то есть вот вы видите перечень отчетов, которые у меня были сданы, то есть журнал отчетов. И вот верхняя линейка меню. Это как раз-таки у нас дополнительно вот эти все сервисы по работе с уведомлением, по переписке. И есть ссылочка «Личные кабинеты». Сейчас мы с вами переключимся на ERP и тоже откроем. Вот он наш блок 1С отчетность. Откроем журнал «Регламентированные отчеты». То есть все позиции, которые у нас перечислены здесь, мы видим через верхнюю панель. Но перед этим программа сама себя похвалит. И то, что я вам сейчас рассказывала про прямую работу с ресурсами, допустим, науговых органов, можно прочитать более систематизированно. Вот по такой ссылочке, то есть подробнее почитать здесь. И подключиться к 1С отчетности можно самостоятельно. Для этого не требуется каких-то дополнительных усилий. И вот мы с вами видим раздел 1С отчетность уже в ERP. Как вы видите, верхняя линейка меню у нас абсолютно идентична. И вот они, наши личные кабинеты, настройки и так далее. Почему я делаю акцент на личных кабинетах? То есть личные кабинеты, которые находятся в разделе 1С отчетность, это личные кабинеты, которые ваше юрлицо, ваша организация может зарегистрировать напрямую на сайтах. Ну, например, налоговой инспекции, ФСС, то есть сейчас это объединенный фонд. Как вы видите, есть личный кабинет для работы с электронными листками нетрудоспособности, подтверждение видов деятельности по всем соцвыплатам. И, как я уже говорила, вот есть статистика. То есть вы можете прямо по этой ссылке перейти на сайт статистики и проверить вашу организацию по ИНН, не попала ли она под выборочные отчеты, под какую-то выборку. Ну, я сейчас не буду дожидаться, пока придет ответ, потому что у нас, к сожалению, ограничено время. И снова вернемся к нашим слайдикам. Так, возвращаемся к нашим слайдикам и поговорим про воинский учет. То есть если для работы с кадрами, то есть с совместителями, например, с ГПХ, не требуется особых настроек, то вот для того, чтобы ввести воинский учет, требуется в ERP дополнительная активация блока. Например, в бухгалтерии мы сразу видим весь функционал, который заложен в программу. А в ERP некоторые блоки необходимо заранее активировать, то есть включить возможность их использования. Ну, в частности, мы говорим про воинский учет. Для того, чтобы воинский учет нам можно было ввести в конфигурации, нам надо использовать раздел «Инсы и администрирование», то есть нормативно-справочная информация. Затем выбрать подраздел «Кадрового учета». И вот здесь уже, вот вы видите, у нас есть раздел «Воинский учет». И здесь проставить вот такие зеленые галочки, то есть чек-боксы для того, чтобы активировать возможность учета по выбранным разделам. Сейчас мы переключимся с вами еще раз на демобазу. Вот. И посмотрим, так сказать, уже ручками потрогаем. Вот у нас раздел «Инсы и администрирование». Вот мы выбираем подраздел «Кадры». И вот у нас идет «Кадровый учет». То есть нам нужно спуститься немножко пониже. Ну, естественно, проверить настройки, которые у вас есть, потому что новшеств введено много, возможно, вы что-то не успели отметить. Вот мы спускаемся сюда ниже. Вот наш блок воинского учета. То есть первое, что мы делаем, это ставим флажок, что воинский учет вообще ведется. В этом случае у нас активируется дополнительный блок, и мы можем в нем создавать документы, которые требуются для военкомата. Сейчас мы посмотрим этот блок в зупе. Здесь немножко сократим путь. У меня уже стоит отметка, что воинский учет ведется. И в этом случае мы вот выбираем раздел «Кадры». И, соответственно, вот у нас здесь активирован блок воинского учета. То есть обратите внимание, здесь у нас есть листки изменений документов бронирования, прием перевода увольнения и сверка карточек. Если мы переключимся в ERP, то здесь мы с вами увидим абсолютно точно такой же функционал, то есть раздел «Воинский учет», то есть листки сообщений, документы бронирования. И дальше такой же функционал, как и в зупе. Снова переключаемся в наш зуп. И, соответственно, хочу проговорить по самому отчету. То есть иски сообщений об изменениях. Вы должны отправлять в военкомат, если у вас меняются сведения про сотрудника, если там, например, изменились его паспортные данные. Ну, то есть заполняем форму, которая, в общем-то, унифицированная. Здесь у нас… Сейчас я отодвину нашу заставочку, чтобы она не мешала. Здесь у нас достаточно стандартный способ работы с этими документами. То есть мы через кнопочку «Создать» создаем новую запись и вносим туда информацию, которую требуется уточнить. А вот теперь… Сейчас мы это закроем, чтобы не мешалось. Так. И снова вернемся к нашим… Сейчас посмотрим слайдик. То есть вот мы с вами выполнили вот такое… Такое действие. Отметку поставили про воинский учет. Как только мы ее поставили, у нас добавился один вид отчета, который мы должны сдавать. Обратите внимание, военный комиссариат, то есть военкомат. Не в налоговую инспекцию, не в объединенный фонд, а в военкомат. Но, возможно, у вас есть сотрудники, которые, например, по специальности подлежат бронированию. Сейчас я переключусь вот сюда, в зуб и на кадры. Значит, соответственно, документы бронирования мы с вами отмечаем в настройках. И как только они у нас появились, как только мы проставили этот флажок, то у нас добавляется еще два отчета. То есть, как вы видите, у нас есть сам документ по бронированию, есть документ по отмене бронирования и ходатайство о бронировании. Соответственно, если у вас какой-то вопрос, ну, показался вам неясным, показался непонятным, то вы можете использовать встроенную справку и через кнопочку «Еще» вот использовать справку. Функция удобная, поскольку изменений на самом деле много. И даже если мы где-то что-то прочитали, то уточнить информацию, конкретизировать можно вот через встроенную контекстную справку. Здесь еще важно то, что когда мы отчитываемся в военкомат, нужно помнить, что у каждого региона могут быть немного специализированные формы. То есть, это может быть фирменный бланк или это может быть немного видоизмененный отчет. Поэтому перед тем, как сдавать отчет в военкоматы, необходимо с ними созвониться или любым другим способом контактировать и уточнить, то есть нет ли у них каких-то специализированных отчетов, которые характерны именно для вашего региона. Как только мы проставили справочку о бронировании, сейчас я вернусь обратно к настройкам. Так, МЦИ администрирования, кадры. То есть, как только мы проставили вторую зеленую птичку, у нас добавилось еще два отчета. Соответственно, вот эти две птички добавляют к нашей документации еще три отчета, которые мы должны сдавать в военкомат. Единственное, что в этом случае, скажем так, приятно известит ложка меда, это то, что в военкомат мы должны сдавать информацию по кадровым мероприятиям приема и увольнения, так же, как и при составлении отчета ЕФС-1. Единственное, что ЕФС-1 мы должны подать на следующий день. До недавнего времени в военкомат мы должны были отчитаться в течение двух недель, но совершенно недавно было новое изменение принято, что не в течение двух недель, но в течение пяти дней. То есть, уже не на следующий день, как в ЕФС, но, тем не менее, все-таки две недели были более приятны. И, соответственно, сдаются такие отчеты по кадровым изменениям на данный момент в течение пяти дней. Остальные отчеты сдаются в течение года, то есть один раз. Снова возвращаемся к нашим слайдикам. Придется чуть-чуть подвинуть. Итак, переходим к нашим слайдам. И теперь поговорим, потому что, если стали обращать внимание на какой-то вид отчетов, то, естественно, по этим отчетам ужесточились правила штрафования. Это касается и воинского учета, и персонифицированного учета. Здесь у нас вот какие изменения. То есть штрафы, которые действовали, например, за персонифицированный учет, у нас в этом году немножко изменились. То есть, как было 500 рублей за каждого сотрудника, так и осталось. Но сроки уплаты штрафов у нас изменились с 10 календарных дней до 20 календарных дней. Здесь обратите внимание, что календарные дни у нас считаются от даты получения требования. Но сейчас это не пенсионный фонд, а единый социальный фонд России. И если вы успеваете в течение отведенного срока, то есть 20 календарных дней в этом году, если вы успеваете в этот срок заплатить штраф, то вы имеете право заплатить не полностью всю сумму штрафа, а только половину, то есть минус 50% штрафа. Ну и, естественно, существуют пути минимизации, то есть освобождения от ответственности. Если на основании требования вы, например, нашли ошибку, на которую вам указали, делаете уточненные данные, отправляете их в фискальные органы. Но в этом случае необходимо соблюдать тоже определенный алгоритм действий. То есть вы должны пересчитать, вывести новую облагаемую базу, пересчитать недоимку, заплатить ее, и только после этого отправлять корректировочную отчетность. Потому что если вы сделаете наоборот, то есть сначала составите корректировочную отчетность и ее отправите, но не заплатите, то в этом случае вы все равно попадете под штрафы. По поводу того, что мы с военкоматами делаем. То есть в военкомат мы отправляем следующие отчеты. То есть сведения о гражданине, подлежащем воинскому учету. То есть когда вы принимаете на работу мальчика, вы должны у них в обязательном порядке затребовать либо воинский билет, либо другие документы, которые имеются. Как вы видите, двухнедельный срок раньше был, сейчас, как я уже сказала, он сократился. Это срок для предоставления отчетности. Дальше вы должны подавать сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете. Опять же, сроки такие же, как и ЕФС-1. И вы должны сделать обязательный документ, план работы по ведению воинского учета и бронирования граждан. Вот этот отчет задается ежегодно до 31 декабря. То есть это в какой-то мере аналогично учетной политике, но, естественно, другой формы. Сейчас мы с вами перейдем на ERP и посмотрим. То есть вот у нас мы поставили отметочки, что у нас ведется. И теперь мы с вами возвращаемся в раздел кадры и открываем с вами воинский учет. Так, лучше посмотрим на зубе, потому что в ERP это немножко в разных местах находится. Значит, меню кадры, документы о бронировании, листки сообщений и так далее. Ну, допустим, откроем вот так. Соответственно, мы должны выбрать организацию, создать и заполнить сведениями об конкретном человеке. Ну, сделаем через подбор, поскольку я не помню, кто у нас в этой базе работает. То есть в этом юридическом лице. Я выбрала первого попавшегося. Я выберу второго попавшегося. Так. Вот они у меня оба. Ну, соответственно, я должна заполнить приказ, выбрать дату приказа и документ, на основании которого я делаю эту запись. Но создать документ, который требуется для обоснования того, что у меня проводится работа, я могу вот таким образом. То есть в организации я выбираю организацию и выбираю закладочку «Сведения об организации. Зарплата и кадры». И в том случае, когда я уже выбрала, то есть активизировала этот блок, у меня в разделе, на этой закладочке, в разделе «Воинский учет» есть вот такая гиперссылка. Когда я перехожу по этой гиперссылке, у меня появляются два документа. То есть первый – это приказ об организации воинского учета. И второй – это план работы по осуществлению воинского учета. Это практически уже готовые документы, в которые мне надо, ну, единственное, там поставить нужные даты и названия организации и подписи должностного лица. И после составления этих документов можно торжественно их определить и распечатать, и определить в какую-то папочку. И в этом случае у нас уже организация не злостный нарушитель, а белый и пушистый исполнитель всех законодательных предписаний. Сейчас мы с вами посмотрим, как это должно выглядеть на ERP. И вот у нас раздел «НСИ» и «Администрирование». Вот у нас раздел «Кадры». Потерялось, не вижу. Так, вот он наш воинский учет. Мы это все выбрали. Теперь мы с вами переходим на другую. Из кадрового учета мы с вами в переходе в меню «Организации». Вот это у нас опять же «НСИ» и «Администрирование», раздел «НСИ». И вот он у нас, раздел «Организации». Сейчас у нас откроется журнал. Ну, я возьму первый попавшийся журнал. Организацию, точнее, открою. И у меня появятся сведения, которые вы видели на предыдущем слайдике. Пока открывается, я сюда вернусь. То есть вот информация об организации. Соответственно, общая. И интересует нас закладочка «Зарплата и кадры». Надеюсь, что он уже открылся. Да? Нет. Не открылся. Вот. Теперь открылся. Сейчас развернем побольше, чтобы было видно. То есть вот у нас сведения общие и так далее, учетная политика и закладочка «Зарплата и кадры». И вот наш с вами раздел «Воинский учет». Если я по гиперссылке перехожу, то вот у меня открываются приказ об организации воинского учета и план работы по осуществлению учета. Я выставляю год, на который я это создаю. То есть, соответственно, так же, как учетная политика задается год, на который она будет действовать. И в этом случае вот я могу по ссылке перейти и посмотреть, как должен выглядеть приказ об организации воинского учета. Ну, соответственно, расписать его, распечатать, заполнить в соответствии с тем, кто на вашем предприятии внесет за это ответственность. И вот наш воинский учет практически готов. Точно такая же ситуация у нас с планом. Ну, естественно, нужно в административном порядке создать приказ и, соответственно, нужно определить ответственных по этому приказу, кто будет отвечать за составление этих документов, кто будет контролировать актуальность документа. Ну, то есть, действия в обычном административном порядке. После того, как мы все это выполнили, мы с вами можем уже совершенно спокойно, так сказать, просмотреть дополнительную информацию, которую необходимо заполнять при работе, например, с договорниками, совместителями и так далее. Поскольку при изменении правил работы за договорами ГПХ у нас появились новые коды, которые необходимо заполнять. Это коды физических лиц, то есть это сведения, например, что он является или не является резидентом, или является гражданином иностранного государства. Это у нас появились дополнительные отдельные классификаторы и справочники, которые нужно, чтобы соответствовали сейчас действительности. Заполнить их можно по ходу оформления документов уже из конкретных окон, которые должны при составлении, например, приказа о приеме на работу вы заполняете уже сведения о договоре и так далее. К сожалению, наше время уже истекло, поэтому мы переходим снова к нашим слайдам и возвращаемся с вами к титульному листу. Собственно, для чего я хочу напомнить вам наши контактные данные, то есть нашу электронную почту, наш телефон, телеграм-контакты. И хочу поблагодарить вас за внимание, за время, которое вы нам уделили. Ну и надеюсь, что у нас и в дальнейшем с вами сложится сотрудничество. Мы будем очень рады оказать вам любую помощь, которая касается работы с программами семейства 1С. И на этом разрешите закончить. Компания Кодерлайн прощается с вами. Желаем вам новых успехов. И будем рады оказать вам любую помощь. Благодарим за внимание. Всего вам доброго.